Всем здравствуйте, всем приветик! У нас сегодня на улице такая погода вообще не очень. Ветер страшенный. Посрывало все белье. Я вот вышла, хочу снять его. Думаю, поздороваю, сразу покажу, что у нас творится на улице сегодня. Ужасный ветер. Сразу так похолодало. Но, правда, ни дождя, ни снега нет. Это радует. Видите, как все треплит? Вот такая вот погодка. Сейчас будем кормить всех животных. Рэма надо накормить, потом Серика, кошек я уже выпустила. Они все побежали домой, а этих надо накормить. Где твоя чашка? Где твоя чашка? Что-то еще даже не доел. Ух ты, здесь темно. Вот такая у него еда. Не знаю, может быть, разогреть? Наверное, пойду разогрею. А то холодно все-таки. Ты все-таки вышла? Ты все-таки вышла? Хвост мой. Сейчас кусочек дам Серику. Так, ну здесь они почти все доели. Кушать хочет, распрыгнул. Сейчас я принесу тебе еще сухого корма. Насыпала сухого корма. Мы уже, блин, все миски перетаскали туда ему, в сарай. Зала чистую тарелку. Сейчас пойду соберу у него все мисочки. Ну-ка, зайдите. Зайдите. Прям уже покушал. Опять не доел, блин. Засранец такой. Плохо ест. Только что повкуснее. Ну что-то, съел мискот? Съел, конечно. На, тебе. Сухого. Шею не доел. Так что-то я здесь и на много мисок их никто и не вижу. Вот одна из только на окне, куда они все делись. Заберем хоть и это. Хочешь туда? Заходи. Заходи, пойдешь? Иди заходи. Нет. Не хочет. Ох и ветер сегодня. Проверю, что он там съел. Наверное, все раз его выбирал, как всегда. Ну да. А вся каша на месте. Ты деловой жучок, да? Только мясо хочешь? Все хотят мясо. У нас был завтрак. А завтрак была манная каша. Теперь куча посуды после мамки. Но ее надо срочно мыть. Потому что если она присохнет, то это будет тройндец. Поскольку это такое дело, мне кажется, она не всегда заканчивается. Можно вообще не обходить от моих. И она будет все время появляться, появляться. Емельку стало намного лучше. Я ему уколола два укола. И три дня для томазала мазью. Но правда, я исключила ему практически все из питания. Раньше маму со стола давали и конфетки, и печеньки. Я думаю, это и способствует его аллергии. Сейчас ни колбасу, ни сыр вообще ничего не дали. Только строго. Ну вот, курицу как-то я варила. Давала курицу, потому что я думала, что можно. И печеночную колбаску давала. А так нет. И подчесывается, конечно, но уже не так. Так что, скорее всего, я сама и виновата. Что давали ему все подряд. Я ведь прекрасно знаю, что нельзя. Но он так сильно просил, что я на это повелась. Потом думаю, нет, все, хватит. Это бедная собака, он был как сплошной волдырь. Я даже не могу объяснить. Он был весь красный, особенно вот здесь, вот где живот, лапы. Вот где вот меньше шерсть. У него все прям как волдырем было. Ну, слава богу, ему уже легче. Все. Это был мне хороший урок. Говорят, нельзя, значит нельзя. Нет, мы же вечно... Так, ну что? Что, 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 что? Я достала фарш и не знаю. Стою и думаю, что мне приготовить на обед. Хотелось бы, конечно, манты, но не знаю. Манты, манты. Может, манты из тыквы сделать? А может, и в теле? Не знаю. Пойду посоветуюсь с мамой. Что они мне скажут? Что хотят? Ну, папа-то точно скажет, что он манты хочет. Я знаю, он как я, и бешмармак, и манты, это для него супер. Как и для меня. Я тоже очень люблю все мучное. Поэтому я такая, такая дама с пышными формами. Вот. Так что спасибо всем, кто переживал за моего еврика. Кто писал в комментариях. Желаю вам ускоряющего выздоровления. Всем спасибо. Папли, хочу поблагодарить всех, кто смотрит меня, досматривает до конца, пишет комментарии. Большое-большое вам спасибо. Нас уже 200 человек, и я безумно этому рада. Я собираю свой канал, можно сказать, прям по крупиночкам. Ну, тихо едешь. Ой, вернее, тише едешь, дальше будешь. Я не тороплюсь. Когда-нибудь и нас будет столько, ровно столько, сколько нужно. Хочу еще сказать, может быть, не все знают, что мы живем в Казахстане, город Караганда. Ну, чуть позже, там потом я сделаю немножко о себе расскажу. Ну, сделаю такой влог, прям посвященный моей истории, так сказать. Ну, это будет чуть позже, когда будет побольше подписчиков. А пока, кого что интересует, задавайте мне вопросы. С удовольствием на все ваши вопросы отвечу в комментариях. Так что не стесняйтесь, пишите все, что вас интересует. Закрываю окна, чтобы не было отсвечивания. Вроде и день пасмурный, а все равно, что-то отсветка идет. Ну, мы все-таки решили, что будем делать манты, как я и предполагала. С мамой тесто, а я буду делать фарш. Сейчас начищу лук, пойду принесу тыкву. И, наверное, добавлю еще пару картошек. Я очень люблю, когда в мантах картошка. Хотя мама все время ругается, манты должны быть только из мяса. Но я не люблю почему-то чистого мяса. Я люблю, чтобы там были добавочки. Сейчас все приготовлю. Потом уже надену свой волшебный колпачок и фартушек. Никак у нас не установится мороза. Я все хочу сесть и налепить прям пельмени побольше, манты в заморозку. Ну, в ведро или что-нибудь в кастрюлю какую-нибудь сложить и пристройку вынести, чтобы были готовые. Ну, погода никак не устанавливается, мороза нет. А морозилки у нас переполнены. Поэтому пока никак. А потом у меня есть такие планы. Сесть прям целый день посвятить этому, налепить все и заморозить. Чтобы, когда нападает лень, было что покушать. Уйди, помощница. Ой, какой злой. Воды в чашку ходить, наверное, хочет. Очень злой кучок. У меня здесь полтора килограмма фарша. Думаю, что полная махинка получится. Так, пойду тыкву замесу, то пока она оттает. Вот столько у меня получилось фаршу. Я все-таки нарезала сюда две картошки. Добавила тыкву, лук и мясо. Сейчас добавлю сперсии, посажу, черно-обедчику побольше. Пускай женятся, как говорят в некоторых роликах. Подождем, пока Паш с луком поженится. Вот здесь у нас мама сделала тесто. Вот оно тоже лежит, пока отдыхает под чашечкой. Все, фарш готов, тесто готово. Подождем. Ну, где-то минут сорок, наверное. Я решила попить кофеек в это время. Сейчас делаю себе какой-нибудь литр. Попьем. Чайный будильник так сильно будет, как паровоз. Решила попить с беконочком. С утра я всегда пью заварной кофе, варю себе в турке. Ну, а сейчас хочу выпить вот такого. Быстро растворимого. Быстро растворимого. Конечно же, молочка нальем. Мое любимое молочко закончилось, 6-процентовое. Я беру всегда отдали, либо сливки, либо 6%. А такое берем всегда на кашу, на выпечку. И вот, приходится теперь чай пить пока с этим. Не знаю, когда выберемся. Мне бы светофор надо было. Может, на днях опять будем делать поход по магазинам. Кое-чего надо подсокупить уже. А может, уже потоп подъедет. Не знаю даже. В любом случае, даже если он приедет, вылазку делать надо. Смотрите, какая у меня красотень. Приятного мне аппетита. Сейчас буду пить кофе, наслаждаться жизнью. Это просто божественно. Как это вкусно. Попробуйте. Креврик просит, еще никак не может привыкнуть, что... Ему теперь ничего не обломится. Вон твои миски. Твоя еда. Все. Иначе ты сыграешь у меня в ящик. Понял? Нельзя просить ничего. Нельзя. Очень вкусно. Хочу еще по поводу ремонта этот объяснить вам. Батой же у нас уезжал в Алмату. Потом приехал. У него была роспись с девушкой. Теперь он приехал, опять попросил пять дней на переезд. Они сняли квартиру, там переезжают куда-то. То все. Но я вот стою и думаю, как хорошо, что все равно складываются обстоятельства, да? У нас сейчас там такой дубак. Вот это, что они нам построили, это вообще шиндец. Там холодно. Полы горячие. Что батой, значит, сделал? Батарея горячая, а остальное холодное. Стены и особенно потолок очень сильно... Ну, утеплять их, короче, надо. Очень сильно пропускают. И вот я думаю, хорошо, что мы сразу быстро по лету это все не сделали, а с толком, с чувством все просмотрели. Что, где теперь? Теперь вот он говорит, обязательно будем утеплять. И крышу, и стены. А потом только будем делать панели. Так что вот я не знаю, когда он, наверное, 15-16 обещал вернуться. Ну, у него весь инструмент у нас лежит в гараже. У него очень много инструмента. И он попросил, чтобы весь инструмент лежал у нас, чтобы не был раскидан. Половина в машине, половина дома. Что ему надо? Он быстро подъезжает, забирает. Так что вот приедет и, наверное, не знаю, что там насчитает нам опять. Надо будет опять кое-что докупать, наверное, утеплитель вот этот какой-то. Ну, зато уже сделаем как положено, а не абы как. А вот так бы летом... Ой, а я вообще даже не думал про тех, если бы те закончили нам первые работники. Мы бы уже давно, наверное, мотали кое-что на кулак себе и обливались бы горючими слезами. Так что всё, что не делается, всё к лучшему. Будет нам урок. Это, во-первых, что нельзя связываться с кем попало. А, во-вторых, мы сделаем всё как положено. Пусть потихоньку. Пусть. Но зато это будет сделано уже от и до. Что нам сейчас? Дома тепло. Пыли этой грязи нет. Пусть не шикарно, но... Тепло, чисто. И главное, унитаз стоит. Не надо бегать теперь. Теперь говорю, соседи-то редко вижу. Раньше в туалет шмыгали, всех соседей видели. А сейчас только по телефону стоит Тамарой. Тётя Женя вообще уже забыла, когда я последний раз видела. Сейчас, видимо, все выбегут, для себя наберут и все по норкам сидят. Вот, что я вам хотела сказать по поводу ремонта. Значит, действительно, всё, что не делается, всё к лучшему. А то бы так сделали, а бы как, и сейчас бы мёрзли. А так полы... Не зря он говорил, вы не пожалеете. Я же противилась. Говорю, не надо нам никакие полы. И так дорого нам так обошлось. Он нет, настоял на своём. Говорит, вы потом мне ещё скажете спасибо. И действительно, если бы там не было этих полов, там был бы вообще ледник. Там, правда, ещё у нас кафеля нет, но всё равно уже так приятно. Я специально босиком раз наступлю и стою. И все эти мои собачки и кошечки там любят лежать. Особенно, когда только печка затопится, они начинают нагреваться. Они в рядочек там все лягут и лежат, пузики себе греют. Кроме Еврика. Еврик очень пушистый, ему и так не холодно. А Мэгги-то там часто зависает. И всё, я ещё раз подместить свой фаршик. Очень сочный. Ещё бы сюда добавить кусочками кундюк резанный. Ой, красота была бы. Кундюк, к сожалению, нет. Сейчас вот мороза установится, можно будет поехать, когда надо, нахо закупить. И тоже, пусть ложится в ремен запасе. На манты и самсу мне очень нравится. Всё очень сочный. Думаю, будет очень вкусненько. Такой вот. Ещё минут 30 где-то подождём. И можно будет лепить. Сейчас тесто тоже подмешаю немножко. А у нас дома сейчас будет такая жара, что мне будет очень неудобно, жарко в этой шапочке. Поэтому я её сейчас редко надеваю, что очень жарко. И платок оденешь жарко. Ну ладно, как-нибудь. Как-нибудь. Сейчас смажем мантницу. Мантницу пока старую берём. Что-то могу всё жалей. Ещё у нас нету ремонта до конца. Поэтому пока всё на старую. Ах, сломалась моя кисточка. Четыре листочка у меня. Ну если будет больше, мам, то я остальное сделаю в заморозку. Здесь в камере немножко есть место. Такое десяти получать. Симпатичное. Так, это сущечка мне нужна. Так. 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 Ещё раз подвисим. Вот такое хорошее тесто. Видите? Дышит всё. Это пока в пакет. На самом деле не так долго, да, возиться с этими мантами. Почему ты всегда так долго собираешься? Кажется, ооо, это очень долго. А на самом деле, ну, что ты борщ сваришь. Так же пока всё почистишь, пока всё приготовишь, что ты это налепишь. Особенно если тесто сделать с вечера, то вообще недолго получится. Не знаю, но обычно долго, я знаю, все собираются. Да и я тоже. Ой, мам, ты это долго. Посмотрим, за сколько я управляю, часа полтора, наверное, пройдёт. Успею, увожусь. Ну, зато они не сравнятся ни с какими магазинами. Я вообще не люблю магазинную продукцию. Ни пельмени, ни вареники. Особенно последний раз мы так кухню купили. Что это просто даже необъяснимо. Своё есть своё. Конечно, пальчики выжишь. Не знаю, видно вам там, какую форму я делаю. Потом покажу. Последнее время что-то я так стала напить. Раньше делала длинненькие такие. Ну, не важно ведь какая форма. Как есть же песни. Как там поётся. Что-то обёрткой. Обёрткой не самое важное. Главное, что внутри что-то такое. Сердючко или кто-то поёт. Так и у меня. Главное, что внутри. Хорошо, не жалею. Вот такие получаются у меня красавчики. Так что давайте, девчонки, готовимся вместе со мной. Не так уж это и долго. Раз, два, три, четыре. И готово. Радуем своих любимых мужей, детей, пап, мам. Любовников, у кого они есть. Потому что, как ни говори, а еда для человека, это самое главное. Хоть некоторые и говорят, что деньги и еда, это не самое главное. Я вас уверяю. Если хороший вкусный ужин, то и настроение будет совсем другое. А если сварить какую-нибудь вермишель, зажарить просто луком, какое будет настроение? Никакое. Тем, мужики, эту вермишель я на голову-то и одену сразу. А если будет шикарный ужин, сразу у всех будет настроение хорошее. Так что не ленимся. Что, я уже вот почти второй лист залеплю за 20 минут. Это при том, при всём, что я бегаю ещё в камере туда-сюда, отвлекаюсь. А так вот уже у меня процесс идёт. У меня, например, вот внучок всегда говорил, бабушка, нужно жарить оладушки. Я ему говорила, я не умею. Ну, специально так ему говорю, я не умею. Бабушка должна жарить оладушки. У нас прикол такой был, потому что бабушка должна жарить оладушки. Не блины, главное оладушки. Он почему-то всегда просил. Так что про внуков тоже не забываем, балуем их. Завидуйте тем людям, у которых внуки живут под боком. Мой очень далеко от меня. Мы не виделись уже полтора года. Скоро будет два. Очень скучаю. И завидую тем людям, у которых внуки живут рядом с бабушками и дедушками. Так что, девочки, такие вот лишки. На улице мелкий снег идёт. Я сейчас выходила за мукой, чуть-чуть не хватило муки. Мелкий-мелкий снег идёт. Значит, наверное, будет мороз. Потому что сегодня-то была плюсовая температура, но этот ветер сильный был. А сейчас ветер как-то приютит. Пар тут такие мелкие-мелкие снежинки. Ну, значит, будет холодать. А мама уже затопила печку. Уже прям жарковато. Я ещё в такой этой, как с утра оделась. Но уже, думаю, долеплю. Сейчас не буду переоделяться. Что мне тут осталось-то? Всего ничего. Вот я и закончила. Фарш у меня ушёл весь. Получилось словно 4 густочка. А тесто у меня немножко осталось. Ну, ничего. Сейчас я его выберу в холодильник. И что-нибудь с ним потом доделаю. Да что такое? Хочу присыпать красным перчиком. Детей у нас маленьких нету. А мне хочется, чтобы было поострее. Один листочек я присыплю прямо обильно красным перцем. Не знаю, как кому, а я хочу с острым перчиком. Вот так. Ну, а если остальные тоже захотят, значит досыпят каждый себе. Муду я уже поставила. Это в моречку. Как всегда, опять куча посуды. Муку сейчас вынесу туда, в пристройку мы вынесли. Здесь сейчас держать не стали. Я говорю, что-то осталось попахивать мышами. Я боюсь, что заведутся мыши. Сейчас выносим туда. Ну, в плотном фластмассовом ведре с крышкой она, конечно, у нас. Но выносим. Всё. Сейчас будем варить. Потом будем делать дегустанцию. У меня время без десяти три. Как раз пока сварится, будет такой то ли полдник, то ли ранний ужин. Не знаю. Докен у меня сегодня на работе. Придёт только в двенадцать ночи. Мама приболела. Печку растопила, тесто сделала и лежит, не встаёт. Не то, что приболела. Она не может спать ночами. Я же не спала одно время. Теперь у меня вроде всё наладилось. Она так и не спит. И днём она боится спать. То, что ночью не уснёт. А ночью всё равно тоже не засыпает. И вот так мается. Не знаю. Купили глицин. Я говорю, попробуй. Может быть, глицин поможет. Не знаю, что такое с нами творится. Вроде не ведьма. Вот новолуние уже прошло. Сон не восстанавливается. Так что вот так. Короче, будем пробовать, как сварится. Повспомнила, девчонки. Две Натальи. Кто у меня просил и ждёт герань. Смотрите. Я не зажала. Я помню. Но здесь пока... Пока нет отростков. Ещё маленький молоденький кустик. Что один, что второй. Этот ещё цветёт немножко. Поэтому не переживайте. Я не забыла. Но пока... Пока никак. Этот уже отцвёл. Что-то вот здесь пятнистые листья стали. Не знаю почему. Видимо, как стали топить печку. Здесь же у нас батарея внизу. Может быть, жарко. Не знаю. Но ставить некуда. Мест нету. Вот здесь у меня белый декабрист. Хочет свести. В общем, вот так, девочки. Я помню. Я не забыла. Но поймите меня тоже. Пока нету. Так что, если будут, я вам обязательно об этом сообщу. Вот здесь какие-то маленькие есть. Но лучше подождать весны. А то я такой садовод. Цветовод, вернее, от Бога. Ещё чего-нибудь натворю. Всё, раздеваюсь. Очень жарко. Вода у меня закипела. Сейчас буду ставить. Ну, не могу. Очень жарко мне. Так. Время у нас 3 часа. Всё. Без 24 будет готово. Фу. Видите, какая я аж красная стала. Ой, хочу спросить у вас, девочки. Кто-нибудь с Валберс что-нибудь заказывает? Я вчера увидела у одной блогерши. Она делала обзор на кружку для кофе и чая с Валберс. Боже мой, как мне понравилось. Там вроде бы идёт две, ну, пара такой коробочки. Она, эти кружки идут разные размеры. У них точно знают 240, 180 и 200. Я вот видела. И они идут с двойным стеклом. То есть, эта чашка, вот эта вот, она получается как термос. Если ты наливаешь холодное, оно будет, вот летом, например, на жаре у тебя налила лимонад, он будет у тебя холодный. Или там пиво. Ну, пиво в таких, конечно, не пьют. Она показывала лимонад. Налила, и он будет у тебя холодный. Или, например, ты горячий кофе налила, и ты уже не обожгёшь. А сама кружка, вот сама со всех сторон, она будет холодная. А внутри у тебя будет кипяток. Мне так понравилось. Если кто-то, может, я древнеотстающая, может быть, уже кто-то давно пользуется таким, расскажите, пожалуйста. Я хочу попробовать заказать. Ну, хотелось бы послушать. Это я вчера уже поздно, уснуть не могла. Я что-то вечером лазила и нашла. А сейчас вот освобожусь немножко хорошенько, посмотрю все обзоры на них, там, почитаю отзывы. Но мне очень понравилось. Именно вот это двойное дно и форма такая, она как бочоночек такая с ручкой. Говорят, сейчас во всех кофейнях такие, такая посуда, она там как-то называется. Её можно в микроволновке, её можно в морозилке замораживать. Ей, в общем, ничего не будет. Можно мыть в посудомоечных машинах. Ну, в общем, супер. Мне понравилось. Так что, может, я, не знаю, может быть, у нас уже давно на рынках, может быть, продают такое. Я не знаю. Но если у кого-то есть, напишите, пожалуйста, именно кто с Караганды, девочки. Может быть, и не надо заказывать на Вауберсе. Можно пойти, да так, купить. Я что-то последнее время у нас посуды-то куча. Мы даже в посудный отдел-то и не заходим, и не интересуемся ничем. А вот я говорю, я вчера увидела, меня прям поразило. Прям хочу. Цена у них что-то там была. Там в рублях было. По-моему, 700 с чем-то рублей за вот эту пару. Понравилось. Мне очень понравилось. Так что жду, девочки. Если кто-то знает какую-либо информацию, напишите, пожалуйста. Буду очень благодарна вам. Сейчас покажу вам чайник. Вот этот чайник, который Таня нам привезла. Он тоже свалберис. Вот эти кружки сделаны с такого же стекла. Он такой прям, он лёгкий. Я даже вам не могу объяснить. Но он очень классный. Смотрите, здесь такая крышка тоже. Вот. Потом здесь вот такое ситечко оно. А, вот так достаётся. Вот, видите, у него здесь заносик цепляется. Сейчас поближе, когда я покажу вам. Я, конечно, уже его показывала. Но, может быть, кто-то не видел. Смотрите, вот. Вот такая крышка. И вот такая вот это. Сцепляется заносик. Так вставляешь. Заносик вот так зацепляешь. И получается ситечко. Очень тоже мне нравится он. Он такой, как сказать, эффектный. Стильненький такой. Особенно, если заваривать вот какие-нибудь ягодные. Фу, как же жарко. Ягодные чаи. То в нём очень красиво получается. И вот я вчера залезла на Ваберес. Посмотрите его. Я хотела, думала, может быть, на подарок к Новому году. И напала вот на эти кружки. Ой, как мне понравилось. Очень понравилось. Вот. Может быть, для кого-то будет полезно. Может быть, тоже кто-то, как я. Ещё не знает о таких новиночках. Но я хочу разыскать прям. Сейчас вот займусь. Видео поставлю загружаться. И буду искать эти кружечки. Почитаю всё про них. Посмотрю ещё обзорчики. Ну, очень понравилось. Хотелось бы, чтобы были к чайнику такие же кружечки. И на подарок очень хорошо. Там такая красивая коробка. Потому что сейчас же вроде бы не знаешь даже, что кому дарить, да? Сейчас такое время настало, что очень тяжело определиться. А это как бы ненавязчиво так. Не сильно дорого. Но в то же время и такой вот, как бы сказать, памятный подарок. Но не каждый может сам себе просто пойти купить такую кружку, я так думаю. Если она стоит там, допустим, 4 тысячи тенге. Не каждый же пойдёт себе купить её. А когда получаешь подарок, приятненько. Ну, короче. Думайте, кого заинтересовало. У меня уже на всю кухню парит аромат мантиков. И я себе делаю... Ну, не себе, а всем делаю капусточку. Хочу вот эту солёненькую нашу, квашеную, заправить. Нарезала лучок красный, который мы вырастили на своём огородике. Уже осталось у нас немножко его мелковатый. Ну, вот в капусте сама то. Прямо придает изысканность такую. Сейчас залью душистым маслицем. И будем наслаждаться. Осталось 15 минут до приготовления моих мантиков. Хочу сказать большое спасибо Вальтине Семёновне за такой рецепт капуста. Просто шикардос. Просто бомба. Огнище. У меня других даже слов нету. И, конечно же, моей маме за то, что посолила её. Очень вкусная капуста. Я просто без ума. Меня вообще что-то этот год прибило на капусту. Или я так наскучалась за эти годы. Не знаю. Ну, что-то прям не нарадуюсь. Очень вкусная капуста. Спасибо вам огромное. Ну, всё, мои хорошие. Наконец-то свершилось чудо. Сварились мои мантики. Настоялся мой салатик с капустой. Буду трапезничать. Такой мук-бан, так скажем. Ну, как я не могу не поделиться своими впечатлениями. Я просто обязана. Это очень вкусно. Это просто фантастика. Честное слово. Манты без тыквы, мне кажется, это деньги на ветер. Тыква придает вообще такую изюминку. Я даже вам не могу объяснить. Мне жалко тех людей, которые не пробовали этого. А вот этот красный перчик, который я посыпала на сырые манты, это тоже свой плюс дает. И, видимо, из-за пара, из-за этого всё пропитывается ароматом вот этого красного перца. Тоже очень-очень вкусно. Вот это у меня сегодня ужин королевский. Сама не ожидала, сама в шоке, что так быстро управляешь. Главное, я моментально решила. Думаю, что там делать-то? Два часа помучался, зато потом весь вечер наслаждайся. Я не могу вам рассказать, как это вкусно. Просто не могу. Я опять хочу поблагодарить всех моих девчонок, которые меня комментируют. Спасибо вам большое. Вы меня очень сильно поддерживаете. Даете мне такой пинок прям. Спасибо вам большое, что вы меня не бросаете. Продолжаете комментировать. Хочу сказать спасибо новым подписчикам, которые подписались буквально за два дня. У меня прям хорошенько прибавилось подписчиков. Спасибо вам большое. Надеюсь, я вас не разочарую. А я буду очень стараться. Ну что, пожелайте мне приятного аппетита. Все, кто кушает вместе со мной, вам тоже всем приятного аппетита. От вас лайки, комментарии, подписки. Пока-пока. До встречи в новом видео. Всех люблю. Пока.